А к нам уже присоединились наши гости. Это Александр Откидач, организатор акции «Щедрый вторник» в Иркутске, а также Марина Левада, руководитель благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов». Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! «Щедрый вторник» – это международная благотворительная акция, которая проходит в ноябре во всем мире, в том числе в России. В России она будет проходить третий раз. В Иркутске группой инициативных людей из числа общественных деятелей, медийных людей из фонда «Наследие иркутских меценатов» было принято решение направить акцию на помощь Иркутскому центру абилитации для особых детей. Давайте поподробнее немножко. Давайте вообще для начала расскажем нашим телезрителям особые дети. Это кто? Особые детки – это те, которым либо с рождения, либо чуть позже ставятся диагнозы, связанные с психическим и ментальным развитием задержки или некие особенности. То есть это диагнозы, связанные с детским церебральным параличом, это синдром Дауна, это такой диагноз, как аутизм. И, к сожалению, это, конечно, те диагнозы, которые никогда не будут сняты, они являются пожизненными. И в связи с этим возникает, конечно, такая, ну, в любом случае вопрос, проблема в социуме, что помогать ли таким детям? То есть очень большой отклик всегда в обществе находят проекты благотворительные, которые собирают средства на детишек, которым нужна срочная операция или какое-то медикаментозное лечение, когда ребеночек будет восстановлен, ребеночек будет здоров через какое-то время. С этими детишками, к сожалению, нет. И поэтому с этим проектом работать, ну, в разы сложнее, потому что очень иногда бывает с непониманием люди реагируют на это, что это за дети, зачем им помогать. И, кроме того, еще работает, как мы говорим, наследие советского времени, когда таких детишек было минимально в нашем обществе, так как была такая государственная практика, они содержались только в спецучреждениях. Очень мало таких детишек оставляли в семьях. Маме часто говорили, что либо ребеночек при родах погиб, либо мы его уже забрали, значит, родите себе нового, здорового. Такая была практика. И, к сожалению, у многих у нас, несколько поколений мы выросли, у нас не было рядом таких детей. Поэтому сейчас такие очень страшные моменты, когда семьи, в которых рождаются такие детки, в социуме сталкиваются с абсолютным неприятием. Общество их не принимает. Общество их очень часто боится. И даже, ну, широкая практика, допустим, мам с такими детишками просят уйти с игровой площадки, якобы защищая своих детей. Поэтому мы этот проект видим не только как, в первую очередь, помощь таким деткам и помощь этим семьям, но и как момент еще такого одного серьезного шага к цивилизованному обществу. Потому что, конечно, центр абилитации, который, на самом деле, наш фонд, уже мы его стройкой, ремонтом занимаемся второй год. Здание выделено было правительством Иркутской области. Но вот там будут детишки получать те знания, те необходимые навыки, которые нужны им по возрасту, вот в соответствии с их выявленными заболеваниями. И это позволяет детишкам через какое-то время пойти в детский садик в обычный, пойти в школу в обычную. Конечно, с некоторыми допущениями, но по общей государственной программе инклюзии они могут себе это позволить. Расскажите о целях акции. То есть, какие вы хотите задачи достичь при помощи этого мероприятия? Ну, надо понимать, что если Марина благотворительством занимается достаточно давно, на постоянной основе, то я, скажем так, всего две недели. Но имеешь большой багаж мероприятий. Ну, да, да, да. Если говорить про мои цели, то это как раз-таки объединить всех активных, всех медийных людей, у которых много тысяч подписчиков в социальных сетях, чтобы они как раз встали с дивана и всем сказали о том, что мы присоединяемся к какой-то акции. Подали пример. Показали, что это не что-то такое, чего надо бояться, стесняться. Вот есть такое выражение, да, сделал добро, кинул его в воду. Вот многие это добро кидают в воду, и никто из нас не знает, что оно вообще происходит. Поэтому мы как-то, вот одна из моих целей просто показать, что это можно не стесняться и говорить, да, я помогаю. Я помогаю, в этом нет ничего зазорного. И, ну, вот пока у нас работа ведется согласно этим целям. Я вот уже заметил, что в Инстаграм сейчас полнится информацией о мероприятии, и вот у меня в ленте все чаще проскакивают. Расскажи, Александр, где мы можем сейчас найти всю информацию, чтобы сейчас все наши зрители также смогли более подробно узнать о проекте. Во всех социальных сетях есть хэштег «щедрый вторник» или хэштег «особые дети». Можно по ним пройти, посмотреть о том, что происходит. То есть у нас сейчас подключаются кинотеатры и в Ангарске, и в Иркутске, подключаются различные заведения, бары, клубы. Все они проводят какие-то мероприятия с целью поддержки этого проекта. Ну, то есть ты точно так же можешь ходить как будто бы в кино, да, с девушкой, но при этом ты точно знаешь, что 100% прибыли кинотеатр перечисляет вот нашему центру. Поэтому кликайте по хэштегам, следите за информацией, возможно, рядом с вами что-то произойдет, где вы можете проявить свои благотворительные навыки. А можно поподробнее, какие мероприятия уже назначены? Ну, у нас завтра буквально в Иркутске будет благотворительный караоке-баттл. 60 иркутских горлодеров, в том числе и я, мы будем петь и радоваться жизни. В следующий вторник и в Иркутске, и в Ангарске, как я понимаю, сейчас переговоры вот уже на финальной стадии, пройдут благотворительные сеансы в кинотеатрах. А в Ангарске, кстати говоря, в Иркутске такого нет, да, вы молодцы. С 19 ноября вплоть до самого 27-го в одном из кафе Ангарских в принципе каждый день благотворительно. То есть там какой-то процент перечисляется на прямую фонду. Поэтому, ну, вся информация есть в соцсетях, welcome. Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее про центр абилитации. Центр абилитации – это двухэтажное здание, которое находится во втором Иркутске, площадью 900 квадратных метров. И сейчас его ремонт и оснащение закончены на примерно 70-80%. Вопрос сейчас стоит в том, что не отремонтировано одно крыло здания. И, как я уже сказала, что из бюджета не выделяются средства, несмотря на то, что здание было выделено для центра. Абсолютно весь ремонт идет на меценатские средства. То, что приходят нам волонтеры, помогают, собираются, кто-то предоставляет материалы на выполнение работ. И да, ремонт – это самая сложная, можно сказать, цель. Всегда люди с недоверием относятся к этому. И даже ни один фонд федерального значения нету грантов, которые бы давали на ремонт. Сейчас наша задача в том, чтобы сделать уже ремонт в оставшихся пяти классах. Потому что для некоторых из них даже есть оборудование для них. Комната Монте-Сори, сенсорная комната. Но оборудование не может быть установлено, потому что не отремонтированы сами комнаты. И, кроме того, еще необходим центру подъемник для того, чтобы детишки, которые на колясках могли иметь доступность на второй этаж, могли подниматься. Такой подъемник крепится прямо на перила самой лестницы. И для того, чтобы он смог принимать то количество детишек, которые запланированы, одновременно более ста детей могут присутствовать в этом центре по тому плану, который заложен. Комнаты являются особенными, пожалуй, только в оборудовании, но и в тех материалах, которые применяются. То есть, конечно, это краски, это безопасность, это некая, может быть, где-то более мягкий пол. Потому что, конечно, у таких детишек понятно, что бывают моменты, связанные с двигательной активностью. И все должно быть максимально для них безопасно. А по большому счету, когда вы приходите в это помещение, вот Саша был у нас в центре, это центр детский обучения, где есть спортзал, где есть музыкальная комната, где есть комната творчества. И даже есть залы, где детишки приобретают социальные навыки. То есть, как они могут себя, скажем так, обслужить на кухне, обращаться со стиральной машиной. Это невероятно важно, потому что, может быть, зрителям кому-то сейчас покажется немного странным то, о чем я говорю. Но действительно, особые детки, когда они живут в семье, их очень уж оберегают родители, очень уж их опекают. И очень часто, когда они приходят в центр и попадают в обучающую программу, они действительно не могут пуговки себе застегнуть или какие-то элементарные, не говоря уже о бытовой технике. И вот в центре запланирован в том числе класс для обучения неким бытовым навыкам. Это невероятно важно, потому что, как вы знаете, во всем мире люди с ограниченными возможностями имеют даже возможность самостоятельного проживания. У них отдельные квартиры, они, конечно, оборудованы специально, но в любом случае это государственные программы. И очень надеюсь, что наше государство тоже когда-то достигнет такого уровня социализации отношения к особым людям, людям с инвалидностью, когда они могут быть и трудоустроены, и иметь самостоятельное проживание. Это очень важно. А центр делает как раз первые, но очень важные шаги для того, чтобы каждому ребеночку с особенностями, либо в момент рождения, либо в момент, когда выявляется это заболевание, была сразу оказана вот эта вот педагогическая, воспитательная, методологическая помощь, когда все имеющиеся его особенности будут, ну, так скажем, минимизированы, насколько это возможно, и ребеночек будет максимально развернут сюда, к обществу, а общество, соответственно, к нему. Скажите, уже понятно, какой суммы сейчас не хватает на ремонт? В рамках акции мы поставили себе цель 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это самая минимальная сумма, которая нам нужна для завершения ремонта. Конечно, дальше еще потребуются средства, но пока в рамках акции мы заявили эту сумму. Собрано пока у нас не так много. Ну, 10% собрано. Да, 10%, но мы надеемся, что вот сколько у нас еще осталось неделя. Эта неделя называется неделя признаний, когда каждый человек абсолютно может посредством соцсети сделать такое признание на сайте «Щедрый вторник», посмотреть, распечатать себе логотип, и держа вот это трехкалорное сердечко, сделать признание о том, что он поучаствовал вот в этой акции. На самом деле для всех телезрителей наше обращение, да, Александр, что они могут очень просто через смс сделать это, поддержать Иркутский центр обилитации, либо через перечисление, перейдя на сайт, три буквы, Иркутский центр обилитации, ИЦА.РФ, либо смс 3443 с текстом «Особые дети», «Пробел» и указать ту сумму, которая для вас возможна. Ну, мы хотели бы вам сказать, что вы делаете огромное дело, вы большие молодцы, и наше вам уважение. Я надеюсь, что вы достигнете тех целей, которые вы себе поставили. Ну, я думаю, что все телезрители нам точно в этом присоединяются. Поэтому мы вас благодарим. У нас в гостях был Александр Откидач и Марина Левада, ребята, которые затеяли очень серьезный проект. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.